Докладчик Сергей Аверин Окей Только не просите меня инвайтов в несуществующую бложь Потому что их давно разобрали вот там на стойке Я принес мешок футболок Люди, которые будут задавать более-менее вменяемые вопросы Приходите за футболкой и будут давать футболки Особенно желаю, чтобы вы были стандартных параметров L и XL Но есть другие размеры Вот такого доклада Не все базы данных одинаково полезны На самом деле название содержанию, как обычно, совершенно не соответствует И скорее он про архитектуры Компания в Баду, в которой я сейчас работаю Это очень большая социальная сеть Которая позиционирует себя как сайт для знакомства с новыми людьми Мы находимся в топ 200 Алекса с 2007 года Сейчас в районе 146 места болтаемся Еще мы находимся в топ 1000 Google сайт Первые сотни выше Яндекса и Одноклассников И Mail.ru, по-моему, почему-то На сайте где-то 140 миллионов пользователей На прошлой неделе, по-моему, 140 миллионов зарегистрировался Они все реальные, живые на самом деле пользователи Где-то 150 тысяч новых пользователей приходят в день Большая часть по инвайтам от существующих Где-то 3 миллиона фотографий загружаются в день У нас там подавляющее большинство людей Имеет хотя бы одну фотографию Мы очень хотим это И все это дело с точки зрения программирования Обеспечивается примерно двумя тысячами серверов В двух разных дата-центрах Один в Европе, другой в Америке Чтобы всем было удобно и не обидно PHP бэкэнды примерно в пике получают 30 тысяч запросов Ну плюс-минус Мы очень любим open source, поэтому большей частью Все это дело работает на MySQL PHP, самописных сетичных продуктах Linux, SUSE, Nginx Также мы разработали два очень популярных open source продукта Это Pimba, сервер статистики такой real-time для PHP И PHP FPM, это менеджер демонов PHP процессов Который предназначен для high load, high availability Смены конфигов на лету и вот такой вещь Ну meme cache и куча разного самописного сетичного софта Который мы периодически релизим в open source В нашей компании очень много разных юзкейсов по работе с данными Потому что пользователей очень много Как бы два разных дата-центра Есть какие-то мобильные продукты, десктопные Которые очень растут в популярности Пользователи общаются между собой У нас, по-моему, 20 или 30 миллионов сообщений в день Отправляется с сайта на сайт Просто вот в АМ-чате нашем встроенном Поэтому мы используем много разных баз данных Сразу и MySQL, и Perkona Server, и Redis когда-то пробовали И Hadoop, MongoDB И что у нас только нет Вот из всего этого дела и опыта моей работы В семи разных стартапах Сейчас, кстати, по-моему, еще 7 утра по Москве Вылилось 7 советов стартапам про баз данных 9 уже Вот, масштабирование Есть у меня такой посыл, что У многих стартапов на раннем периоде их развития Когда стоит выбор движка, базы данных Есть такой очень неправильный посыл Как ожидание, такая большая готовность Потратить кучу ресурсов на то, чтобы заложиться на Highload, большое масштабирование Тратится куча сил, времени программистов на это И сразу отдачу вы никогда от этого, конечно, не получаете Потому что вы живете с этой надеждой Сейчас нам придет миллионы пользователей И мы их всех отоварим Во-первых, стартап еще Это такой молодой очень бизнес Который не определился до конца с бизнес-моделью С тем, каких у них будут данные Клиенты, какая будет специфика Поэтому сложные вопросы при проектировании архитектуры Зачастую просто не рассматриваются А еще зачастую команда Она не очень опытная Не очень навороченная И некоторые грабли для них будут новинкой Чаще всего Это полный бред, на мой взгляд, так делать Потому что предполагают, что у вас бизнес вырастет сотни тысяч раз Останутся работать как бы те же люди И вот ваша архитектура магически смуштабируется в 10 тысяч раз И у вас сразу в 10 тысяч раз будет больше денег Потому что на самом деле вот что вы имеете Хотите быть вот такими большими и целостными А муштабировать предполагается вот таким макаром Да, с фотошопа у меня плохо Вот, на самом деле стартап бизнес, который в первую очередь должен найти свою бизнес-модель И каждый раз проблема у каждого стартапа большей части будет уникальной Ну, если вы не занимаетесь спортом Серебряной пули масштабирования никакой нету Потому что ваши проблемы будут типично вашими, личными Вам все равно понадобится творческое мышление Программисты одни из самых высокооплачиваемых людей В том числе потому что программирование очень творческое решение задач в условиях неопределенности А стартап это такой бизнес, который работает в условиях неопределенности Бизнес-модели определенно не имеет, клиентов не имеет Проблематика и задачи непонятны Поэтому все равно, на мой взгляд, лучше делать быстрее и проще А потом все равно придется переписывать Потому что, ну, есть такой закон второй системы Очень рекомендую прочитать книгу, называется «Мифический человек и месяц» Где эта проблема подробно разобрана Она вышла 30 лет назад, до сих пор не утратила своей актуальности Написал ее дядька, который делал IBM Для стартапа главная ценность это быстро менять курс Когда вы попробовали что-то, вы поняли, что это не работает Ваш продукт не покупает, вы что-то переделаете Переориентируетесь на другие рынки У стартапа не бывает такого, ну, почти никогда Чтобы вы сразу начали отъедать большой кусок рынка Вы всегда начинаете с узкого сегмента И фигачите до удовлетворения полного людей, которые в этом сегменте живут Потом перекидываетесь на соседние сегменты Поэтому поначалу у вас будет мало клиентов А когда у вас бизнес вырастет, появится опыт и понимание Что у вас за бизнес-модель, какая проблематика Какой софт вам нужен, архитектура, сервера и прочее Ну, заранее предупреждаю, наверное, это не универсальный рецепт Второе – отказоустойчивость С отказоустойчивостью такая история Молодая команда использует базу данных какую-нибудь, которая дает full acid, транзакции И делает или берет какой-нибудь готовый софт, который говорит, что вот мы очень надежные и мы отказоустойчивые Но не принимают во внимание проблемы нижних уровней Что я под этим понимаю? Безопасность железа, человеческий фактор И вот последний год была очень классная история на Украине Называется «А что будет, если ваш дата-центр сгорит?» Существуют внешние риски для вашего бизнеса Существует возможность, что админ зайдет Чужой админ заденет провод У нас так было, блин Мы очень большая контора, но у нас так было Зайдет админ, заденет ваши провода Причем дата-центр у нас сильно не в Москве Есть еще такая история, как взаимосвязанность разных сбоев Просто дело в том, что надежность еще каждый понимает по-разному Я очень вас прошу определиться с тем, какая надежность вам нужна Дело в том, что для кого-то надежность – это отсутствие отказов в обслуживании А для кого-то надежность – это выдача хоть чего угодно клиенту Ну, даже если мы 404-ю стенницу выдадим Там будет написано, извините, у нас работа, нас это устраивает Это реально нормально, для стартапа я считаю это нормально Поэтому не получится ли так, например, что у вас там есть рейд Там сдох диск, вы пока его меняете, у вас сайт лежит Просто потому, что у вас, допустим, был рейд 5, он медленно восстанавливается Скорость чтения падает И по каскаду дальше все ваши сервисы и ваше обслуживание деградируют Может быть, для вас это большая проблема На практике, как я выяснил на набитых шишках В рамках одного сервера не бывает никогда никакой надежности А лучше еще в рамках одного дата-центра Потому что Украина особенная страна Как это сделано в Badoo? Сразу говорю, что не претендую на стопроцентную истинность Но тем не менее, сделано это так У нас очень много пользовательских данных Это самые важные данные, которые надо хранить Потому что люди очень обижаются, когда мы теряем их что-то личное Даже сообщения не так важны, как личные данные Все это дело обязательно стоит на выделенных серверах От проверенного вендора, от которого мы покупаем много лет И у нас там есть хорошая гарантия В каждом сервере обязательно стоит RAID 1 плюс 0 Который быстро работает на SAS дисках И резервирование по питанию на всякий случай Следующий уровень OS Это SUSE Linux Самодельный допиленный, из которого выкинуты все лишние пакеты Там настроены security Мы очень хорошо в нем разобрались Firewall Percona сервер, который нам раньше давал хорошие бенефиты Там относительно MySQL Разные пароли к базе Очень ограниченный доступ на уровне SSH к этим серверам Невозможность достучаться до этих серверов как-то извне, из интернета И база сама крутится в черут окружения еще на всякий случай Архитектура приложения К сожалению, из-за того, что это данные сильно транзакционные Писать их все равно приходится на один сервер так или иначе Мы очень не верим в распределенные транзакции Ими не занимаемся и не используем Поэтому все это дело резко пишется на один сервер На котором создается же событие в таблице о том, что данные поменялись Их надо отреплицировать Но очень быстро запускается скрипт, который подхватывает эти изменения И копирует их на несколько серверов на той же площадке Что они уже не потеряются И далее все это через общую очередь утекает в дата-центр противоположный Где есть полная копия данных этого дата-центра И наоборот То есть зеркалирование такое происходит Где все это через общую очередь реплицируется в ту сторону Поэтому если у нас там задыхает сервак, то мы можем восстановить его из соседнего Это не очень быстро, но нас это устраивает Потому что данных очень много из соседнего дата-центра А вот те события, которые уже попали в очередь Они обязательно триплицируются туда и сюда Третий пункт – выбор базы данных С запасом на вырост На мой взгляд, в стартапах есть такая проблема Когда выбирается база данных очень такая узкоспециализированная Или какая-нибудь платная И получается такой как бы вендор-лог и фича-лог Потому что в будущем может так случиться, что ваша бизнес-модель очень сильно поменяется И вы вдруг решите, что вам нужно заниматься не продажами, а B2B, например И вам нужно будет срочно изменить не только бизнес-модель, но и логику, архитектуру работы приложения Хотя у вас там фреймворк, основной код сохранится И вам понадобятся наверняка какие-то еще дополнительные фичи Которые нужно будет как обычно сделать завтра, быстро И поэтому, на мой взгляд, ни в коем случае для стартапа не нужно выбирать узкоспециализированную базу данных Там заточенную под большие нагрузки Потому что вы теряете гибкость У вас появляется дороговизна изменений, которая вам нафиг не нужна Потому что вы расходуете деньги инвесторы И чем раньше они закончатся, тем раньше вы пойдете домой грустные Вот, ни один стартап в один день быстро резко большим не становился У вас всегда будет плавный рост Вы всегда, если у вас голова на плечах, поймаете этот момент Когда да, надо что-то делать, надо переписывать Но как бы у вас будет в запасе время для этого всегда Но SQL, на мой взгляд, не дает одну полезную фичу Это возможность писать сложные корявые запросы, но которые кое-как работают Зато это быстро делается Следующая история, это когда вы используете базу данных Как движок или хранилище событий Или вот message passing На мой взгляд, это очень неправильно и большей частью оправдана только лень у разработчика Потому что у нас в Badood я насчитал три распространенных юзкейса Это события, порожденные транзакциями, сохраняющиеся в транзакциях Тут как бы понятно, нужен какой-то очень транзакционный движок События, которые должны очень надежно доставляться Их нельзя потерять Но зато мы там умеем защищаться от того, что если они приходят два раза Или даже если они приходят два раза, мы все равно их запишем И это не страшно И события, которые вообще ничего не важно, можно потерять Там это какая-то статистика и очень много И нам там отдельные единичные циферки не очень нужны Из этих трех случаев два как минимум Это первый, второй и третий Абсолютно хорошо ложатся на специализированные движки Только первый вот с транзакциями Это сложный случай Но большей частью в молодых стартапах Это в случае два и три Когда вы используете специализированный движок Который чаще всего open source, бесплатный, дешевый Получаете кучу волшебных бенефитов Скорость разработки Простоту использования, простоту интегрирования На мой взгляд, самый важный плюс Это вот скорость работы, возможность масштабирования И куча полезных дополнительных фич Например, соблюдение Даже в очень многосерверных инвайронментах Это соблюдение очереди То есть вот соблюдение времени генерации при приходе Удачная, удобная масштабируемость У нас в Badoo раньше было сделано так Статистика вся, которой было очень много И всякие порожденные события Те, которые не шли в транзакциях Они писались в файлы Один файл на час И в этот файл просто через пайпы Писались данные какие-то С разделителем в виде переноса на новую строку Которые потом долго-долго-долго Был такой скрипт-агрегатор Который вытаскивал эти файлы Переносил из них данные в базу данных Удалял эти файлы Так часто на самом деле используют Но это очень небыстро Как показала практика, это очень небыстро Потом начиналась такая история Как взаимозависимость еще Когда вот каких-то данных много, каких-то мало Какие-то идут быстрее, которых много Каких-то мало, идут медленнее Всегда ждут в очереди Иногда это дело еще ломалось И самая главная большая геморройная проблема была Когда вы, допустим, пишете в базу Пишите, дошли до середины этого файла То у вас коннект с базой порвался И вы как бы коннект сейчас восстановить не можете А скрипт там уже 30 минут работает Его прибило И получается, что все эти события Вы по второму разу потом будете в базу записывать Нужно было научиться бороться Вот с этими вот повторками Мы долго, но успешно переехали на движок Который называется скрайп Его разрабатывает команда из фейсбука И спасли себя от этого геморроя Написав свою обертку вокруг этого скрайба Которая позволяет нам агрегировать данные Добавляя в базу только срезы То есть раз там в 5 минут записывается Текущее состояние вот этой статистики Подсчитывается в демоне И он пишет в базу только вот этот Агрегированный срез Причем, что самое интересное Мы научили его делать много разных интересных вещей Например, он совершенно спокойно относится к тому Что какое-то новое событие статистики появилось Или в текущей статистике формат данных какой-то поменялся Он умеет делать altertables Он умеет раскладывать таблицы И он очень хорошо настраивается У нас была куча-куча-куча серверов раньше Которые писали в одну какую-то базу данных Там с 2000 серверов Все это дело 2000 коннектов раз в час писалась Эта статистика в одну базу данных Она бедно умирала Потому что чаще всего это все дело писалось в одну таблицу И это был такой волшебный лог А типа обслужить 2000 записей Потом опять обслужить 2000 записей по очереди Потом опять обслужить 2000 записей по очереди Эта база была по жизни залочена. Сейчас у нас такого геморроя нет. Мы научили этот фреймворк создавать каждый раз новую таблицу с новым именем, например, если это нам нужно. И самое главное, меньше гораздо сетевых соединений. Потому что в скрайп можно поставить движок на каждую машину. Вы коннектитесь только локально, а все эти машины держат коннект только к одному какому-то узлу, который агрегирует полный поток со всех серверов и пишет его в базу единым потоком в один коннект. Для нас это очень удобно. Настройку скрайпа дофига. Можно, например, просто заставить его писать файлы, например, создавая один файл раз в пять минут. Самому как-то эти файлы разгребать, агрегировать, если у вас какой-то хитрый свой алгоритм и вам не нужна эта статистика в базе. У него очень гибкие настройки, он не падает, но у нас он никогда не падал. Можно сделать так, что если, допустим, у вас на этом сервере теряется коннект в базе данных или к сети, или к следующей скрайп ноде, то он пишет данные просто на диск, складирует их в своем формате, и потом, когда соединение появляется, он их дальше пропихивает, все те, которые были. И работает это все гораздо быстрее. Потому что если раньше у нас был скрипт, который запускался раз в час, собирал эти данные, все эти данные ждали, пока база бедная освободится, обслужит все эти соединения, то сейчас это все дело происходит с помощью проталкивания данных, потому что все скрайп-демоны держат открытый коннект на общий узел, и как только появляется запись, она тут же через этот открытый коннект подталкивается дальше. А тот уже центральный узловой демон знает, что с ними делать. Поэтому очень рекомендую попробовать переехать событиями на какой-то стендалон движок. Быстрее, дешевле и надежнее. Ну и самая важная тема, как бы баян баяном, называется поиск. На мой взгляд, в стартапах есть два сценария. Это либо сделать быстро, просто и плохо, где-то 99% решений, либо использовать опенсорсный или бесплатный, как доставшийся от друга движок, типа MangaSearch, Sphinx, Solar, Lucene, Lasticsearch, траля-ля-ля, сами придумать. Но в 99% случаев делается вот так. Потом человек понимает, что у него начинаются какие-то проблемы, с поиском слов, которые заканчиваются на one, и он начинает использовать регулярные выражения, начиная выбирать именно все записи, в которых есть слово именно one. Вот такая классная цитата Джейми Завинский. То есть если у вас была одна проблема, вы подумали, давайте, короче, использовать регулярные выражения, теперь у вас две проблемы. Потом все это дело в стартапе плавно выясняет, что есть MySQLFoodTextIndex, начинает использовать его. Тут уже гораздо более качественные результаты, там релевантность, сортировка и все такое. Удобно. Отлично работает для простых решений. И еще обратный индекс прекрасно работает для простых решений, типа поиска названия улицы по первым трем буквам. Но со всем этим полноценным поиском есть одна простая проблема. Андрей Аксенов, вот сидит разработчик Sphinx, он вам прекрасно скажет. Главная проблема поиска MySQLFoodTextIndex в том, что он просто плохо ищет. А также очень медленно работает, фич мало, хуже масштабируется, использует морально устаревший движок базы данных. Для некоторых задач вообще не применим. Отсылаю вас вот к этому докладу, пирконы прекрасного, где провелся тест. А давайте-ка проиндексируем всю Википедию. Sphinx справился за 20 минут. С MySQL admin… Да, сервер был лоховской, конечно. Один и лоховской. Ну, ну вот. Не влазил. Я думаю, что не влазил. Хотя 15 гигабайт, в принципе, ну, наверное, не влазил. Через 6 часов админу стул. Поэтому я очень прошу вас использовать специализированный софт для поиска. Он проще в разработке, его дешевле подключать. Для большинства движков есть куча готовых коннекторов и модули для фреймворков. Он гораздо быстрее ищет. Очень обычно дешево масштабируется. Имеет кучу дополнительных фич, типа лайф индекса там с задержкой в минуту. Куча классных фич. И самое главное, он прекрасно ищет. Шестой пункт. Это я не стал писать консистентность нарочно, потому что, на мой взгляд, если вы придете и кому-то скажете, чувак, у тебя сильная консистентность, то можно понять неправильно. Консистентность – это именно равномерное, связанное, получение данных со всех нот одинаково. То есть, ну, то, что условно называют транзакциями. Не совсем так. Нас всех в институте учили, меня точно учили на занятиях по базам данных, что очень правильно все данные пихать в транзакциях, и обязательно у вас должна быть третья нормальная форма, и нигде не должно быть дублирование данных. Поэтому везде, как только вы записали, везде вы читаете одинаковые связанные данные. В вебе это не нужно. Если вы обслужите какого-то клиента и отдадите ему там не последних 20 комментариев, а последних 19, и он про это же не узнает и не увидит, ничего страшного такого в этом нет. Он придет через секунду. Я не говорю, что надо класть им кэш на 5 минут, но, тем не менее, небольшие запаздывания, они очень спасают и помогают. Зачастую такая вот прям перманентная связность очень сложно достигается, потому что данные в один сервер не помещаются, надо что-то придумывать, распределенные транзакции, голова начинает болеть, и дальше начинаются всякие сложные трудные вопросы, которые в стартапе правильно решить все они не могут. Поэтому не заморачивайтесь, используйте virtual consistency, она рулит. Можно даже зачастую не париться, делать только срезы данных, если вам сами данные не нужны, и писать раз в 5 минут. При сбоях, да, вы потеряете последние 2,5 минуты в среднем. Ну и фиг с ними, они вам зачастую, не всегда, но зачастую не нужны, если это какая-то волшебная статистика. Поэтому не грузите просто так базу данных. Может быть, вам достаточно выбирать какую-то из потока одну запись раз в минуту и писать ее, но у вас всегда примерно там последнее значение примерно будет. Либо делать это другими средствами. Денормализация дает отличный, прекрасный прирост производительности. Зачастую это единственное решение. Но важно знать меру, потому что иногда мы много чего теряем, а ничего не получаем. Чтобы не получился вот так. Вот у нас бывает SQL-баз данных. Consistent transactional data store with schema guarantees that uses relational algebra to access normalized tables. То есть по-русски это примерно связанное транзакционное хранилище, которое гарантирует вам схему данных, которое использует реляционную алгебру, чтобы получать доступ к нормализованным таблицам. Потом делаем вот так вот. Ой, у нас high load, добавляем slave. Привет, хабра-хабру. Добавляем им кэш. Добавляем еще slave-off от slave-off. У нас получается репликация, реклипация. Sharding. И что в итоге? Вот было вот так. Потом пришло много данных. Кривые руки программиста. Получили вот так. Что остается? Консистентность потеряли, транзакционность потеряли, схема… А, тут вот еще последний пункт сейчас. Вот он. А пишем все данные в один столбец на таблицу, чтобы не делать alter table. И просто тупо храним в нем сериализованный из PHP объект. Ну что, многие так делают? Прекрасная штука. Вот, кривые руки. Поэтому схема нам нафиг не нужна. Relational алгебра нам нафиг не нужна. Нормализованные таблицы мы потеряли. Получается, DataStore with access to data. Вас отсылают, на мой взгляд, лучшие в мире презентации по MySQL на этой теме. Вот ролик. Ссылка на ролик. Скачайте. В конце будет, где скачать доклад. Седьмой и последний важный пункт. Обязательно используйте хорошо изученные инструменты, потому что у вас много рисков. Вы не можете решить сразу мировую проблему. Для вас неизвестность – это опасность. Вы маленький, как бы у вас деньги инвестора. Скорость разработки с известными инструментами выше. И, на мой взгляд, есть еще такая волшебная проблема, когда стартап пытается условно решить техническую проблему. То есть вот сейчас мы напишем свой движок, тут будет все круто, короче, летать, тут C++. Сейчас мы найдем программистов. И вот у нас будет суперханч... Окей, а что мы от этого... Как бизнес от этого что получат? Бизнес от этого получат там минус 2 миллиона долларов. Окей. Решайте бизнес-задачи. У вас будут деньги, будете играться. Поэтому просто так не поддавайтесь на моду NoSQL. Подробнее на эту тему. На мой взгляд, существует психологическая популярность NoSQL. Во всяком случае, одна из. Условно она выражается в том, что огромный массированный пиар, как у Димы Билана, короче. Правильный прикус и массивный пиар. У программиста, у такой середнячок программиста из стартапа, знает MySQL, умеет работать, отличает движки между собой, но тем не менее не очень понимает, что такое ACID. Кап теорема для него это вообще запредельная история. Третья нормальная форма. Ну как бы он где-то про нее в институте слышал, но прогулял. А транзакции, ну вроде как бы неплохо было их использовать, но дело в том, что во всех стартапах обычно их не используют, пока как бы не нарываются на грабли и понимают. О, блин, а там же были транзакции, это нам было писать транзакцию. А то у нас тут вот забавно. Поэтому NoSQL делает вид, что как бы у нас все работает. Вот вы ставите, тут пишете, короче, потолк нам данных заливаете, и у вас как бы все работает, автоматически там шардируется, вообще все надежно, шикарно. Короче, специалист по базам данных не нужен, и у нас такой high performance, что даже, короче, оптимизировать запросы не нужно, потому что их еще фиг оптимизируешь, оказывается. А еще все прекрасно работает. Поэтому для такого вот программиста, середнячка и стартапа идеальная BD должна соответствоваться только трех свойствам. Хранить тупо сериализованные объекты классов приложения или как-то вот очень близко к тому, с чем я работаю в коде. Работать быстро, чтобы можно было похвастаться соседу по парте. Ну, это как в известном анекдоте. Приходит известный супер-мега SEO-оптимизатор и SMO-специалист к генеральному директору технического стартапа и говорит, папа, папа, можно я алгебру буду не делать? Вот. А во всем основных проблемах, типа там, вот, выше озвученных, заботится сама. Поэтому при выборе базы данных капитан очевидность подсказывает. Получается примерно так. Технический менеджмент делает вид, что доверяет программисту, на самом деле спуская вопрос на тормозах и там не очень отдупляя, что окей, это задача менеджмента на самом деле. Базу данных начинает выбирать тот самый программист-середнячок и выбирает NoSQL, не понимая, почему он это делает. Потому что, ну, блин, все мои друзья используют NoSQL. Вот. Капитан очевидность предупреждает. Так бывает не всегда. Вот. Поэтому, если мы рассматриваем NoSQL, MySQL, тря-ля-ля, то, на мой взгляд, стоит выделить вот характерные грабли. NoSQL зачастую это запись в один поток. То есть вот все ваши коннекты, пытаясь записать, так или иначе имеют один общий лог, который вот по очереди передается. Причем зачастую этот лог отпускается только тогда, когда все, что вот вы хотели, записалось. Вот. Поэтому, когда вы пишете там гигабайтные блобы, внимательно смотрите на это дело. Вот. MongoDB использует memory mapped file. То есть это такой механизм, когда как бы файл содержимого базы данных мапится в памяти, с ним работают как будто бы с областью памяти. И все это дело обычно скедулиться. Вот запись и вот это все его отдается на откуп операционной системе, что не всегда эффективно работает, потому что на базы данных никогда не было рассчитано. И самое главное, операционная система не очень знает, какие данные вам понадобятся, не понадобятся. Вот это все дело, оно не оптимизируется, потому что скедулинг операционной системы нифига не рассчитан на базы данных, и у него нет никакой дополнительной статистики, даже неоткуда взять, чтобы улучшить этот scheduling. Зачастую на запрос один индекс, если есть их несколько, если есть вообще возможность использовать несколько индексов. То есть очень жестко. Я не говорю о том, что вы должны его ручками указывать, но зачастую у вас либо вообще один индекс, либо для запроса используется всегда один индекс. Не очень гибкий шардинг, потому что когда у вас совсем много данных, начинаются проблемы совершенно другого верхнего уровня. Типа, а как нарезать шарды, как слить шарды, как сделать так, чтобы в шарде что-то там починить, как закрыть шард на редонли доступ, например. Всего этого в NoSQL обычно нет. Производительность тюнется на уровне OS, потому что, блин, тупо мало настроек. На уровне даже одного запроса нет атомарности никакой. То есть я не говорю о транзакциях, но если я там всем пользователям начисляю по 20 баллов, то в течение какого-то времени половина их получит и будет прочитано, а половины еще нет, например. Такое иногда бывает. Это не очень круто. Очень скудный мониторинг зачастую или вообще отсутствующий. Ну и какая-то статистика по работе. А еще очень важный минус, про который приходится писать кучу скучного кода, который делает вид, как будто у нас эмулируются сложные подзапросы. Зато есть свои плюсы. Обычно быстрее, чем SQL. Очень просто развертывать, особенно дешевый шардинг для бедных, как его называет Леша Рыбак. Нет схемы, альтертейбл забытый, как страшный сон, типа спим спокойно. Что касается SQL-баз, таких условно, опенсорсных, медленнее, сложнее. Условный минус, что много каверзных настроек, которые надо уметь настраивать. Но опять же, прошу, нанимайте профессионалов, берите людей, которые занимаются базами данных. В редких случаях непредсказуемо работать, действительно, потому что монструозные продукты. А еще такой минус, как бы позволяет писать плохой код и медленные, большие, плохие запросы. То есть условно это все, можно докатиться. Что касается SQL, какие плюсы? Гораздо более популярно. Там 20, 30, 40 лет занимаются базами данных. Они все имеют примерно похожую логику работы, примерно похожий функционал, примерно похожий 80% языка. Поэтому, если что, можно прыгать с одной на другую, чего в NoSQL никогда не получается. Ну, почти никогда. Очень хорошо изучена проблемная область. Очень обычно стабильный код, который хорошо работает, и сильно защищен и написан умными людьми. Хранение данных оптимизировано и пакуется хорошо. Занимает мало места. Есть куча настроек рычагов оптимизации, куча полезных фич, типа констрейнтов, триггеров, хранимых процедур, еще чего только нет. Типа возможность делать федерейты таблицы или распределенные транзакции, мастер-мастер репликации, все к такой волшебной вещи. Зачастую осид или фулл осид. И возможность решить кучу задач, которые вы не решите с NoSQL, типа R3, B3 индексов, или, например, индексов, где вы сами пишете функцию расстояния, которая считает расстояние между точками, вы можете искать как на местности. Джойны, которые я там люблю и ненавижу. Новороченный оптимизатор запросов. Возможность прекрасно масштабируется по ядрам. Совершенно спокойно может исполнять под запросы в несколько потоков. Многоуровневое кеширование, которое рассчитано на работу с базами данных. Шикарная обычная статистика мониторинга, куча бесплатных опенсорсных тул, с которой этим занимается. А также можно сэкономить код приложения, просто делая сложные запросы. Это не всегда правильно, но иногда экономит время. Выводы? А выводов не будет. Потому что нужно думать своей головой. Никакой такой волшебной серебряной пули масштабирования не бывает. И зачастую существуют задачи, где нужно делать прямо наоборот. Поэтому если вы начинаете стартапы, в первую очередь ищите умных людей. И старайтесь творчески решать задачу. Потому что для каждой задачи она уникальна. Проблемы у вас будут свои, а не чужие. Вот ссылка, где можно скачать презентацию. Будет через 15 минут. E-mail, Twitter. Ну вот приходите к нам работать. Вон там тоже есть ссылка. Спасибо. Сергей, отличный доклад. Теперь вопрос. Здравствуйте, меня зовут Женя. Я из города Брестная. Вопрос следующий. Мы, понятно, про оптимизацию говорим, ненормирование иногда. Но у меня вопрос в том, что пишете ли вы хранимые процедуры, пользуетесь ли вы бизнес-логикой, заложенной в базу данных, собственно. Для чего они придумали эти хранимые процедуры? В базах данных бизнес-логики нету, пока ты сам ее не напишешь. То есть, естественно, я спрашиваю, вы пишете, не пишете? Поскольку у нас данные сильно не влезают в один сервер, в одну базу данных в рамках одного инстанса и даже в одну таблицу, то есть у нас обычно там 10 тысяч таблиц на машину, у нас, соответственно, констрейнтов нету, потому что невозможно сделать констрейнт на 2000 серверов. Хранимые процедуры мы не пишем. На это есть специальное правило в компании, за которым было там исследование делать это или не делать. В итоге по большому количеству причин… Сейчас рассказывать не буду. Но можно лично. Было принято… Это просто select получается и insert? Select и insert, но мы очень сильно используем иногда вещи типа select insert или insert, он duplicate индекс чего-нибудь. Мы используем name it lock. Это такой механизм, про который почти никто не знает в базах данных. Это когда можно получить lock ни на что. Просто сделать lock на логическое название просто и синхронизировать работу кода не через транзакции, а через переключение вот этого lock. В общем, некоторым функционалам пользуемся нам очень помогает. Вообще мы с колем плотно занимаемся. Спасибо. Футболка, не забывай. После доклада. Следующий. Здравствуйте. Спасибо за интересный доклад. Вообще, как по мне, вроде одна довольно интересная тема здесь не была затронутая. Как именно… Ну, SQL доступ к SQL базам данных. Тот же HandlerSocket, Memcash… Про это дело я делал два доклада. На самом деле на рите. Могу рассказать лично. Да, мы используем не везде. В данном случае, в данный момент даже проводим тестирование. Как бы, может быть, большую часть вообще функционала перевести на HandlerSocket. Ну, это как бы стейджинг в решении. А я в своем проекте очень сильно использую HandlerSocket. И я же написал, в общем, библиотеку и был пионером типа этого решения вместе с сишным еще одним программистом. Это решение нашей компании. Да, мы очень плотно это используем. Да, грабли там дофига. Причем я находил баги в этом HandlerSocket прям вот core level. Там, например, был такой баг, что если у вас поле может быть null, то поиск по индексу не работал, потому что, оказывается, первый бит того, что вы указываете, должен указывать вот это null состояние, и при этом нигде не было написано. Мы написали собственную PHP-шную библиотеку, которая работает на StreamSocket, StreamSocket Create. То есть полностью PHP-решение. Просто на тот момент, когда я это делал, не было библиотек, которые нас устраивали. Поэтому могу дать код бесплатно, пожалуйста? Да, да, да. Вот я говорю, в моем проекте у меня дистопное приложение, где там типа 3 миллиона пользователей в месяц им пользуются, и у меня где-то там по 600 тысяч людей сидит одновременно подключенных, и вот сессии для вот этих программ работают через HandlerSocket. Там по 17 тысяч где-то чтений в секунду. Могу показать цифры там потом лично. Ребят, подробности можно в фулуарах обсудить. HandlerSocket классная штука, действительно. Сергей весь день с нами? Да, я вот там сижу прямо за дверью, за столом. Еще одна просьба. Пожалуйста, когда задаете вопросы, говорите это в микрофон, потому что другая половина зала может вас не слышать. Добрый день. Добрый день. Тимофей Варевед. Вы упоминали базу Redis в докладе своего. Мы ее использовали, но потом от нее отказались. Из-за чего вы от нее отказались? Там было несколько проблем. Я не все помню. Одна из проблем была такая, что нам нужно было эти данные как бы хранить более-менее надежно, хоть как-то. Мы когда делали бэкапы, там бэкап делался так, что база форкалась. И у нее получалось как бы два процесса, которые используют общую память, потому что память не копировалась для тех же страниц, которые вот на чтение. В какой-то момент у нас было так много записей, что страницы эти, ядро, начинал расклеивать. То есть брать, копировать вот этот вот пейдж, дописывать у него тот кусочек. И вот этот процесс вот съедал все полностью. Весь сервер съедал, и он нормально работать переставал. И мы как-то так, там было еще пара проблем. Мы так и не научились его нормально готовить. То есть там был журнал, append-only файлы, и мы нормальной производительности из него не выжили, такой, как нам было нужно. Мы еще тестировали MongoDB тоже для разных историй. Вот если подойдете там, я найду Русана, он вам расскажет, что он этим занимался. Ну, в общем и целом, у нас как бы перформанс его не устроил там в хайлот в варианте. День добрый, Антон Яндекс. А вот такой хитрый вопрос. А вот MySQL, Percon или MariaDB? Мы используем Percon. Раньше это очень давало большой нам плюс, потому что на серверах с большим количеством ядер она гораздо лучше. Это где-то полтора года назад, где-то мы два ее не делали. В принципе, вот сейчас это Мария, которая как бы на всех обиделась и парковалась. Она вроде как с Percon почти объединилась. Ну, мы используем Percon и сервер. Скаченный как бы с сайта. Он нам раньше давал очень большой плюс, потому что масштабирование было фантастически более… А вот вы, кстати, по разу говорили, что раньше. В смысле? А сейчас MySQL патчи эти приехали, они примерно одинаковы по перформансу. Сейчас больших таких плюсов нет, только в редких историях. Иван, Softline. Вопрос по автотестам. По автотестам? Да. В какой момент вы считаете имеет смысл включать в проект юнит-тесты, интеграционные тесты? Лично отвечу, потому что вопрос не по базам данных. Футболку не дам. Не по базам данных, не по архитектуре. В общем, лично там вот, пожалуйста, не вопрос. Вы сравнивали… Который работает. …ноу-SQL, ноу-SQL, ноу-SQL. А сравнение SQL баз данных будет. Почему SQL? И тем более после того, как там 40, все это происходит. Я считаю, если ты можешь сделать плохой доклад, лучше его вообще не делать. Поэтому у меня опыта очень мало. Про Oracle я вообще ничего не знаю. Я не про Oracle. Я про то, что MySQL перешел к Oracle. Теперь с лицензиями все проблемы. Вы не думали вообще уйти от MySQL, выбрать что-то другое? Ну вот мы с Percon и работаем. У нас проблем нет вроде пока. Это fork. А вообще отказаться от MySQL, перейти там на Postgres, к примеру? Мы… по большому количеству причин от MySQL вот так вот мы не откажемся, наверное, никогда. А можете вкратце их так озвучить? 99% разработчиков компании умеет хорошо работать только с MySQL. Поэтому мы никогда не уволим 99% разработчиков. Ну из MySQL, как я понял, из доклада, вы используете там совсем маленькую часть. По сути вам вообще не важно… Мы очень хорошо умеем ее готовить, потому что у нас очень много данных, очень большой хайлот. Мы умеем ее готовить, мы умеем ее тюнинг настраивать. Мы используете из MySQL очень маленькую часть получается. По сути же вам не важно, какой SQL сервер использовать или как? Не знаю. Готов пообщаться лично. Не знаю. Я не принимаю решения просто такие. Евгений Эрстенц, а вот говорилось про брендовые сервера, про рейды. А почему не клауд? Как вообще клауд для база? Потому что когда я нашему техническому директору говорю клауд, его начинает трясти дрожь, он начинает смеяться и говорить, как я кто-то дебил. Потому что… Ну как бы, если честно, потому что в нашей компании работают люди, которые разбираются в технической стороне вопроса, а не подвержены вот этому маркетинг-хайпу. То есть, ну там такая пачка проблем, которая нас просто не устраивает совсем. Можно лично приходить и поболтать. Можно в футболку прийти. Сергей, привет. Такой вопрос по кептереме. Вот emotional consistency решили, да? Как вы обеспечиваете availability и partitioning tolerance? Значит… Сейчас. Майка твоя, ты понял, да? Майку заработал. Не объяснить за три минуты. Не объяснить за три минуты. В куларах, ребят, в куларах можно пообщаться. Да, я буду рассказывать. У нас там 15 разных проектов, где разные решения. Ага. Окей. Наверное, поблагодарим Сергея. Ну вот, последний вопрос. Чувак очень хочет футболку. У-ху! Не, я футболку не хочу. Окей. Устеменко Александр Новосибирск. Жадный старое счастье. Вопрос, как менеджмент должен выбирать базу данных? Имеется в виду, что технический менеджмент должен выбирать базу данных. Технический менеджмент должен оценить всю проблему целиком, а не только удобство программирования. Программист выбирает базу данных, потому что ему удобно на ней кодить. Он не рассматривает вопросы перформанса, он не рассматривает вопросы целостности данных, связанности, что потом делать, когда будет большой рост и прочее. У меня есть, короче, пачка целых тезисов для вот этого доклада, который в доклад не вошел, могу показать. Там эта тема подробно описана. Есть статья, где это описано примерно. Ну, потому что там три как минимум области. Там ответственность есть. Область приложения, область, как хранить данные базы данных, и область проблемы. И вот эти области по-разному в MySQL и SQL пересекаются. Программист работает только с одной. Да. Правильно ответственность вопрос. Технический менеджмент должен быть. Да, да, правильно. Правильно, технический менеджмент просто должен быть. Окей, договорились. Спасибо.